Для самих венесуэльцев известие о смерти команданта стало личной трагедией. Уга Чавес ушел в бессмертие, так говорят они о своем лидере. Многие всю ночь простояли у стен военного госпиталя в Каракасе. Венесуэла скорбит. Любимый президент нескольких поколений ушел из жизни. Улицы Каракаса и других городов заполнены людьми, в руках у них портреты команданта, на глазах слезы. Страна осиротела. Со смертью Чавеса закончилась целая эпоха. Трудно представить себе большую потерю. Для нашего народа это невероятно болезненный удар. Все страдают, не верится, что это произошло. Здесь наша вся семья, мы плачем обнявшись. Он был для нас всем. Как пережить такую потерю? Тяжелый недуг, моральный дух команданта нисколько не подавлял. Чавес четко и исправно соблюдал предписания врачей. Он держался за жизнь и за Христа. Народ днем и ночью молился за его здоровье. Никто не сомневался, что президент победит болезнь. Но несколько операций и курсы химиотерапии не помогли. Вскорбит весь прогрессивный мир от Китая до Бразилии. В Эквадоре, Аргентине, на Кубе объявлен трехдневный траур. Уго останется живым. Он будет освещать и указывать путь. Он умер во имя более справедливого мира, более человечного. А потому его нельзя считать мертвым. Президент Чавес был великим лидером Венесуэлы и хорошим другом китайского народа. Он много сделал для укрепления взаимоотношений между нашими странами. Наша партия, правительство и наши люди высоко ценят дружбу с Венесуэлой. Смерть вырвала из наших рядов. Это уникального борца, бойца и политика. У меня тоже есть огромные сомнения. Таким образом случилось, что шесть лидеров вместе с Чавесом последние пару лет заболели одной и той же болезнью, которая именуется раком. Я не исключаю, что под этим есть и работа очень грязных спецслужб. Давние недоброжелатели, американские политики-консерваторы, печальную новость встретили с цинизмом, в чудовищном порыве не скрывая удовлетворения. Сам себя Чавес называл колючкой в саванне, которая может давать аромат друзьям во время цветения и шипы врагам, которые ее трогают. Мужество и решимость Уга Чавеса позволяли ему неизменно противостоять агрессивной политике США. Сторонники Чавеса обещают, что его курс будет продолжим, а дело — жить в веках. Обязанности главы государства будет исполнять вице-президент страны Николас Мадуро, которого Чавес называл своим преемником. Именно он и сообщил нации о кончине лидера в прямом эфире национального телевидения. После заседания правительством мы отправились в госпиталь, чтобы узнать о состоянии здоровья нашего главнокомандующего. И уже там получили самое печальное известие, которое я должен сообщить вам. Сегодня президент Уга Чавес ушел от нас навсегда. Ему было 58. В небогатой семье родители Уга Рафаэля, Чавеса, Фриеса, сельские учителя хотели, чтобы сын стал священнослужителем. Сам же обожал бейсбол, но в итоге решил стать военным. Как глава государства, Чавес пользовался поддержкой и уважением простого народа, из которого вышел сам. Выполнение данных венесуэльцам обещаний гарантировало демократическое переизбрание. Харизма Уга Чавеса известна всем на планете. Лидер Венесуэлы обладал кипучей энергией, работоспособностью и красноречием. Цитировал работы Симона Боливара и Библию. Писал рассказы и стихи, рисовал и, конечно, пел. Таким он навсегда останется в памяти. Патрия, Патрия, тут есть милая, тут есть милая, тут есть милая. Анатолий Липецкий, Ольга Давидович, Юрий Козлов, агентство Целеновости.